Редко, когда удается наблюдать рождение традиции, но сейчас буквально на наших глазах появляются новые обычаи. Бессмертный полк собирает тысячу людей, и уже можно говорить о том, что эта акция становится всенародной в истинном смысле этого слова. Празднование Дня Независимости не просто получает новую форму, но и обретает совсем новое, важное для страны значение. Основная функция пунктов приема заявок в этом году заключается в том, что до 20 сентября у всех желающих есть возможность прийти в эти пункты, оформить заявку, внести свои данные, фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, оформить заявку на печать фотографий новых. Помимо того, что мы раздадим все фотографии, которые были сделаны в прошлом году, можно будет также оформить заявку на печать новых фотографий. Для чего это делается? Есть семьи, в которых члены семьи живут в разных городах, и тем не менее они хотят принять участие в акции. Поэтому, если семья одна и погибший у них один, но родственники живут в разных городах, они могут прийти, обратиться в пункт, им напечатают фотографию, и они смогут принять участие в своем городе. Шествие начнется от Красного моста. В первый же день начала Отечественной войны именно здесь начали собираться люди. Занимали позиции и держали оборону, пытаясь не пустить врага в город. И именно на Красном мосту был подбит первый грузинский танк. Сегодня все это уже вошло в историю и запечатлелось в памяти участников войны. Акция «Апсадгилсхакусцас» и организована для того, чтобы память об этом жила и передавалась из поколения в поколение. Еще хотелось бы отметить, что в этом году, в принципе, все желающие, как и в прошлом году, могут присоединиться к акции со своим материалом, со своим фотоматериалом. На протяжении долгого времени Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий, совместно с компанией «Амабайл» готовила это грандиозное мероприятие. Была проведена большая работа по сбору и отцифровке фотографий погибших. В этом году к акции присоединился и музей боевой славы. К сожалению, с прошлого года мы потеряли еще значительное количество людей, защитников Родины. Поэтому мы обращаемся к родным, близким, семей, из которых ушли в мир иной наши с вами защитники Родины. Просим подойти к нашим пунктам и принести нам фотографии. Нам очень важно, чтобы все наши защитники Родины были включены в эту акцию. Неважно, погибли они на поле боя или ушли в мир иной вчера, сегодня. Нам важно, чтобы они были с нами. Их имена будут навечно, навечно с нами. Для всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» во всех городах республики будут открыты пункты для подачи заявок на участие и приобретение новых фотографий. Пункты приема заявок на портреты в городе Ткорчал, офис движения матерей при администрации города Ткорчал, в Ачимчире, ассоциация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, в Гулририбш, в отдел культуры администрации Гулририбшского района. Город Сухом, ассоциация женщин и инвалидов, участница боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. Туда же, в Ассоциацию женщин и инвалидов войны города Сухом могут приносить фотографии Эшера, Афон, Сухом и Сухомский район. Гудаута, отдел народного образования города Гудаута. Пицунда, администрация города Пицунда. Больше двух тысяч человек гордо несли портреты своих родственников и тех, кого не знали вовсе. Ведь День Победы должны встретить все, кто причастен к этой знаменательной дате, хоть и не дожил до нее. Личная память – важнейший смысл бессмертного полка. Те портреты, которые сейчас находятся в пунктах приема заявок, если за ними не придут родственники, если они останутся в пунктах приема заявок, то 30 сентября будут задействованы в акции также волонтеры. И эти фотографии в каждом городе понесут школьники, студенты, которых мы привлечем специально для участия в этой акции. Также хочу подчеркнуть, что время проведения акции будет сообщено дополнительно. Сегодня мы точно заявляем, что это будет 30 сентября во всех городах республики, а время старта акции мы сообщим гражданам дополнительно. Как и в прошлом году в акции «Абсадгилс Хакустас» примут участие представители всех поколений, дети, молодежь, взрослые. Подвиг наших отцов должен жить в нашей памяти. «Мы не можем забыть людей, которые боролись за мир на нашей земле», говорят организаторы. В отличие от прошлогодней акции, в этом году, 30 сентября, фотографии выдаваться нами в пунктах приема заявок не будут. Все фотографии будут выданы родственникам погибших заранее. Еще раз проговариваю, что оформленная до 20 сентября заявка является гарантом того, что вы своевременно в своем городе сможете получить фотографию. Уже по традиции, конечный пункт бессмертного полка – площадь свободы, где происходят знаковые для нашей страны события. 30 сентября колесу истории вновь повернется вспять. Бессмертный полк пройдет по городу вместе с теми, ради которых воевали. И вновь напомнит всему миру – мы победили. Рената Шакая, Стамур Гошба, Абхазское телевидение.